В 16 лет девушка вдруг начала превращаться в старуху. Что теперь будет с ее ребенком? Игорь, кома, прогирия, инсульт, это все как-то может быть связано? Если в предыдущем случае мы видим, что беременность привела к тому, что девушка как бы расцвела, было улучшение со стороны кожи, все равно был приостановлен этот процесс старения, то вот в этом случае беременность, кесарево-сечение, то есть оно спровоцировало как раз обострение, то есть обострилась гипертоническая болезнь, и наступил этот инсульт, после чего как раз и получилась эта кома, то есть отсутствие сознания. Кому-то выделено на старение 50 лет, кому-то 60, кому-то 100, а кому-то человеку... Может быть, ей плохо, у нее судороги... Врача, пожалуйста, врача! Судороги. Судороги. Да. И воды, и воды. Тихо, тихо, успокойся. Пусть. Положи, 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 положи. А ты нашатырь есть? Язычок не голотает, она. Вода нет, нет, нашатырь. Нашатырь, нашатырь, нашатырь. Аммиак, все, мочим ваточку. Все хорошо. Все хорошо, все в порядке. Давай сейчас все проводим. Сейчас я узнаю. Потихонечку, потихонечку. Нормально? Получше? ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Игорь, а рукеяд у вас обследовалась? Да, она у нас обследовалась в клинике. Давайте посмотрим, как рукеяд обследовали. На приеме у врача-невролога 31-летняя рукеяд Молочалова жалуются на невыносимые судороги и боли в голове. Тебя чувствуете? Голова полегче чуть-чуть? Болит? ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Ранний инсульт подкосил здоровье рукеяд. У женщины проблемы с сердцем. Здесь небольшая тухикардия. Давайте таблеточку дадим, отдавляем. Сможете выпить таблетку? Да? ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Как у женщины работают внутренние органы и насколько они соответствуют ее биологическому возрасту, врачи выясняют с помощью специального устройства. Через пациента проходит волна электромагнитного через гильзу. И мы смотрим выход тока здесь, на выходе. Здесь, значит, на графике он будет нам показывать состояние силы тока. Вердикт врача неутешителен. Организм молодой рукеяд действительно стремительно стареет. Показатель электропроводности тела у нас должен быть от 50 до 70. Здесь мы видим резкое снижение, идет дегенеративный процесс. Да, это бывает у совсем пожилых людей, когда 70, 80, 90 лет. Тут примерно такая же картинка. При ГРИ может обострять следующие факторы. Это описано, такие как, скажем, период полового созревания, наступление беременности, роды, ну и сам по себе наркоз. То есть в сумме, если сложить все эти факторы, они привели к тому, что произошло резкое ухудшение функции со стороны сердечно-сосудистой системы. Можно как-то помочь человеку? Ну, прежде всего, нужно дополнительное обследование и назначать адекватное лечение. То есть есть сейчас современная медицина, располагаясь средствами, которыми можно совершенно спокойно предотвращать вот эти приступы, чтобы, по крайней мере, уменьшить их частоту и интенсивность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!